Всем привет, а вы на канале Тупарми. Российские корабли Кандапога и вице-адмирал Кулаков на пути в Норвежское море попали в шторм. Скорость ветра превышает 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба Северного флота. Сейчас суда движется в сторону Северного моря. От Североморска, где базируется большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков, и большой десантный корабль Кандапога, суда прошли уже больше тысячи морских миль. Несмотря на штормовые условия, экипаж смог выполнить поставленные задачи. Тем не менее, погода внесла корректировки в жизни на судах. В частности, все члены экипажа покинули верхние палубы кораблей. На открытых площадках остались только военнослужащие на вахте. Их обеспечили небормакаемые одеждой, а также индивидуальными средствами спасения. Стоит отметить, что суровые условия не помешали экипажу проверить надежность крепления оборудования и грузов на кораблях, что также является довольно важной задачей. Большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков в составе Отечественного флота вошел в 1982 году. Экипаж судна составляет 350 человек. В автономном плавании корабль может находиться месяц. Большой десантный корабль Кандапога находится в составе Северного флота с 1976 года, но также может находиться в автономном плавании месяц. Экипаж составляет 87 человек. А на этом новости о ТОП-Армии не заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Напоминаю, идет сбор средств на создание ролика о начальном этапе Великой Отечественной. Всем, кто поддерживает это начинание, большущее спасибо. А на этом до свидания на самом лучшем канале из сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала ТОП-Армии. Субтитры создавал DimaTorzok